Китайская делегация положительно оценила усилия Кыргызстана в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сегодня делегация из Поднебесной завершила свою миссию и отправилась на родину. За неделю пребывания экспертная группа посетила Департамент профилактики заболеваний и Гусан-эпиднадзора. Также экспертная группа посетила Республиканский центр карантинных и особо опасных инфекций, где с местными специалистами обсудила меры профилактики коронавирусной инфекции, противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия. Айки Кинджиева – одна из врачей, которая участвовала в дистанционных обучениях китайской делегации. Целую неделю она получала подробную информацию по лечению от коронавирусной инфекции. Как отметила медик, уроки китайских коллег были более детализированными, так как это первая страна, которая смогла дать отпор коронавирусу. У них имеется очень большой опыт и уже отработана теория лечения, рассказывает медик. В команде китайской делегации были эпидемиологи, анестезиолог, реаниматолог, специалист инфекционного контроля. Как они рассказали, сейчас в основном работают с клиническим руководством номер 6. В первый же день обучения они рассказали о новом, седьмом клиническом руководстве. В основном оно схоже с европейскими и американскими руководствами и ВОЗа. Во второй день обучения они рассказали подробно о самозащите врачей и медперсонала. Я думаю, что они внесли большой вклад в сегодняшнюю борьбу Кыргызстана с коронавирусом. Одной из основных целей приезда китайской делегации в Кыргызстан было дистанционное обучение врачей, которые непосредственно работают с инфицированными пациентами. В этих учениях смогли поучаствовать около 2000 медиков по всей республике. За неделю иностранные специалисты поделились своим опытом по выявлению и недопущению распространения коронавируса, обеспечению собственной безопасности, использованию аппаратов ИВЛ и применению лекарственных препаратов для тяжелых больных и не только. Кроме того, большая у них была задача провести курсы дистанционного обучения для наших медицинских работников в разных направлениях, касательно лабораторной диагностики, касательно введения больных, касательно организации больших массовых профилактических мероприятий среди населения. Кроме того, китайские медики ознакомились с работой лабораторий, где проводится тестирование, работой ЦСМ. В общей сложности медики с соседней стороны дали положительную оценку усилиям Кыргызстана в борьбе с коронавирусной инфекцией. А именно отметили, что процесс лечения, зараженный COVID-19, соответствует международным стандартам. Отметили усилия государства в сфере обеспечения защитными и дезинфицирующими средствами медперсонала и не только. Они провели у нас оценочные визиты в наши лаборатории, в учреждения, в организации первичной медико-санитарной помощи. По их оценкам, все клинические руководства и те документы, которыми пользуемся для организации лечения, профилактики, противопедемические мероприятия, они вполне соответствуют всем международным стандартам и требованиям. Отметим, что члены делегации ранее работали в очагах вируса, а именно в городе Ухань, где и началась вспышка COVID-19. Полагаясь на собственный опыт, они внесли свои предложения. Они оценили нашу проводную работу позитивно. Есть некоторые рекомендации над разработкой руководства по клинике и другие вопросы есть. Мы сейчас будем прорабатывать данный вопрос. Самое главное нам теперь работать с общественностью, чтобы общество понимало важности и значения самоизоляции. Занимались, соблюдались вопросы профилактики, чтобы самоизолировались. Таким образом, китайская делегация, которая прибыла неделю назад, успешно завершила свою миссию. Сегодня они улетели обратно на родину. Но обещали, если нам понадобится их помощь, они вернутся и помогут в борьбе с пандемией. Юлия Цынка, Исулу Асанова, Мэри Мехджи Субекулу, ЛТР Бишкек.